Существуют места, буквально притягивающие внимание не только жителей города Магнитогорска. Это гордость города Металла. Это наши горнолыжные центры. И они обрастают должной инфраструктурой. Жилищный комплекс Алтенай – один из них. Он располагается в аккуратно против горнолыжного центра Металлург-Магнитогорск. А сегодня и сейчас это еще и место, где вы можете не только отдохнуть телом, а дать возможность душе развернуться. В душе сытой и довольной от послевкусия настоящей армянской кухни. Немножко больно будет всем, и мне в том числе. Потому что придется здесь в кафе Акташ комплекса Алтенай попробовать очередные новые блюда. Я вас предупреждаю, господа телезрители, перед просмотром этого сеанса обжирания вам необходимо хотя бы что-то запить от себя. Потому что, вы представляете, как больно будет мне сейчас. Надо будет все это съесть. Вот. Комплекция моя. Метр семьдесят пять. Ну, метр, наверное, да, может побольше. Сто десять килограмм. Морда-то у меня не маленькая. Ну, средний мужичок такой. В нервы лысый. Очень упитанный. Вот. Теперь больно будет всем магнитогорским кафешкам вместе взятых. И ресторанам. Потому что надо понимать, что нормально и вкусно покушать, ну, так вот, чтобы вообще объесться, надо за сумму эквивалентную десяти долларов. Представьте себе, вот этот хаш, тарелка, которая, ну, с трудом влазит в микроволновку. И вот это все изобилие, это всего 350 рублей. Где такое в магнитогорском найти? Да нигде. Настолько вкусное, по крайней мере. Вот. Но для этого вам необходимо абсолютно просто потратить 20 минут. Ровно 20 минут я доехал до сюда, до Банного. Я сейчас любуюсь магнитогорским творением. Горнолыжкой. Да. И мой друг из Турции, приехав в Москву, констатировал такой факт, что покушать нечего. Здесь можно покушать. Представить? В центре Южного Урала. Хаш, наверное. Так что такое хаш? И для чего вам абсолютно необходимо, хотя бы раз, приехав сюда, остаться здесь навсегда. Потому что это блюдо, после которого вы целый день можете кататься на горнолыжке. Представите? Настолько мощная энергетика. Ммм. Хаш с чесноком. Ну, простите, я лоханулся. Технология поедания хаша немножко другая. Вот для этого здесь сухой лаваш стоит. То есть, эти куски мяса. Мы доедим потом. Ой, это я вам не буду показывать. Все, вы тогда меня точно закончательно сегодня посчитаете. То есть, я буду просто это есть. Вот. Вытащили все это добро. То есть, блюдо становится еще более калорийным. Если сделать, то очень просто. Насыпать. Вот сюда. Кусочки хлебушка. Есть такое очень калорийное уральское блюдо. Ну, в смысле, казахское. Бежбармак называется. Технологию его приготовления, поедание, знаю, на все 5 баллов. Вот. То есть, добавив в сверх колоритный бульон хлебушка, добавлю по-многому. Можно получить такой заряд энергии. Вот буквально после первых ложек меня поперло. Почему сюда необходимо заехать? Я объясню. Дело в том, что там Магнитогорской гормалышки, ну, тут располагается. Очень хороший вид, кстати. Вот. Там есть рестораны. Ну, видать, служба доставки дорогая. Потому что там два салатика будут стоить. Ну, и чебурек, наверное, как вот это все. Вот. Я вам объясняю, что это все вместе взятое. Так. Если я опять что-то неправильно сделаю, то меня поправят. Вот. Чтобы это было еще вкуснее, но и так очень даже. Ммм. Все включено. Лук. Зелень. В общем, включено в 350 рублей. Ммм. Ммм. Сыр. И просто тоненько нарезанный. Ненормальный кусок сыра. Он майононный перец. Ну, и на гормалышке, конечно, такое включается. Что, если не дай бог. Вы повредили, то есть сломали конечность. Ну, бывает. Я вот не думал, не гадал. А что-то за два года переломал себе пальцы. Ну, бывает. Так вот, хаш в Армении подают в медицинских учреждениях. Он очень хорошо помогает, значит, ну, кости заживлять. И, кстати, если у вас повреждены суставы, то лучшее профилактическое блюдо, это опять же хаш. Теперь в заключении этого первого сюжета напомним, куда ехать надо за такой вкусняткой. Ехать вам надо на горнолыжный центр Металлург-Магнитогорск. И если вы доезжаете до Кругового, вы посмотрите просто направо. Ну, если вы туда, с этой стороны, со стороны Банного, можете налево посмотреть. Прямо, на горочке, напротив. Аккурат, траверсы стоят. Стоят на жилищный комплекс Алтынай. И вот здесь честный и порядочный, очень вкусный и, естественно, армянский ресторан Акташ. Ну, для меня этот праздник еще продолжится. О празднике на каждый день поговорим и о конкретных днях новогодних. У этого ресторана, так вкусно кормящего столь ненавистную морду, есть дивное предложение. Корпоративные вечера в стиле умопомрачительного объедения. Но подумайте, стол из, внимание, девяти блюд и трех бутылок за три тысячи рублей на человека. И это в новогоднюю ночь. Естественно, простые посиделки выйдут дешевле. При этом вы сидите на свежем воздухе, вы едите действительно вкусно. И правильно, в смысле оплаты. И один маленький нюанс. На рекламу слоновую часть прибыли они не тратят. Лучше накормят вас, как слонов. Поэтому на круговом, возле горнолыжки, вы метровых байнеров не увидите. А найти это сытное место довольно просто. Вид на него открывается, если посмотреть в обратную сторону от нашей легендарной горы.